Друзья, добрый день! Вчера от моих коллег поступил такой вопрос. На каких подвоях привиты наши плодовые деревья? Для начала разберемся вообще какие типы подвоев бывают. Первый это семенной подвой, то есть тот, который размножен, который выращен из-за семечка или косточки. Второй тип это размноженный вегетативно, то есть берется черенок, вставляется в землю, происходит укоренение и потом уже на такой подвой прививают плодовые растения определенный сорт. Семенные подвои, как правило, более мощные, у них мощная стержневая корневая система, но корней не так много. Обычно, если это яблоня, то там 3, 4, 5 небольших, но мощных корней. Если это груша или алыча, то там может быть всего лишь один мощный стержневой корень. Это небольшой недостаток таких подвоев, но на таких подвоях дерево вырастает более мощное, более сильное, более высокое. Это и недостаток, и преимущество. С одной стороны, на начальном этапе ты можешь получить хороший, мощный саженец, а с другой стороны, через 5, 10, 20 лет вы получите дерево высотой 7, 8, 10 метров. И, конечно, собирать урожай с такого дерева уже не очень удобно. Клоновые подвои или вегетативные подвои, они имеют более компактную корневую систему. Образуется такая мочка из большого количества мелких корней, и эти подвои, они выведены специально. Их разрабатывают институты, и эти подвои имеют более слабую силу роста. Есть полукарликовые подвои, в основном все яблони прививаются на них. И есть карликовые подвои, на которых уже взрослое дерево может достигать высоты 1,5-2, 2,5 метра. Как правило, на такие подвои прививают колоновидные яблони. Итак, мы в основном используем для прививки яблони полукарликовый подвой. Он достаточно морозостоек, и в условиях Московской области или даже более северных областей никаких проблем с выращиванием и жизнью растения не происходит. Примерно 80% наших яблонь привиты именно на полукарликовый подвой. Где-то 10% от общего числа это колоновидные яблони, они привиты на карликовый подвой. И еще примерно 10% отдельные сорта привиты на семенной подвой. Эти саженцы, как правило, более мощные на начальном этапе. На что же прививают другие культуры? Грушу в основном прививают на дичку, то есть это семенной подвой. Есть некоторые подвои специально выведенные для прививки груши, но они не так распространены. Для косточковых культур вишня, черешня используют вишню в степную или антипку. Для сливы, алычи, абрикоса используют подвой алычи. Это сеянцы алычи. Она имеет прекрасную морозостойкость и очень хорошо на ней развиваются растения. Есть несколько сортов. В основном это алыча или слива, которые могут развиваться и расти на собственных корнях. То есть размножаться черенкованием. Но таких сортов крайне мало. Поэтому все наши растения, плодовые деревья обязательно привиты. Привиты на те подвои, о которых я сейчас рассказал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии.